Ну что, дорогие друзья, зайдем в тепличку, где мы делали шатер и укрывали наш сладкий перец. И посмотрите, у нас уже ночами, сегодня 11 октября, ночами стабильно была минусовая температура, минус 2, минус 5 градусов. И вот так повредилась. Ну а повредилась, конечно, из-за моей неосмотрительности. Вот здесь провисло у меня укрытие, и мороз внедрился в нашу теплицу. Но все равно перчики немного подросли, я сейчас вот их соберу и покажу, что же все-таки у нас наросло, потому что в основном повредились только листики, а сами плоды зелененькие. Посмотрим, что у нас вышло из этого эксперимента. Ну вот такой урожай перцев я собрала на сегодняшний день. Учитываем, что еще 1 октября я собирала полное 15-литровое ведро перцев. Там они немножко были покрасивее, уже созревшие, спелые. А шатер вот этот я делала 11 сентября. Ну, можно сказать, месяц я продлила урожай перцев. Температура дневная была у нас порядка 5-10 градусов, а ночами почти всегда стабильно было 0, минус 2, минус 5. Ну вот, видно, не уследила. Думаю, можно продлевать вегетацию наших перцев, особенно это касается холодных регионов, у которых короткое холодное лето. Поэтому просто нужно проследить, чтобы не было вот таких вот косяков, будем говорить. Надо было вовремя посмотреть, как у меня закрыто. Может быть, они бы еще были под укрытием, и еще немного они доросли до большего размера. Ну вот, сейчас дособираем мы остатки. Сколько у нас получится, замерим. Ну вот, такой урожай перцев у нас получился еще дополнительно. Напомню, что проживаем мы в Иркутской области, недалеко от Иркутска, и температура у нас была очень такая щекотливая. 0, минус 2, минус 5 ночами, а днем от 5 до 10. Ну, редко, конечно, 10 градусов было. Ну и вот, под укрытым материалом на 60, мы все-таки сохраняли эти кусты, если бы не моя опрометчивость, что я не закрыла сверху. А насобирали мы вот такой урожай еще перчиков. Сегодня 11 октября.